Добрый вечер! В эфире на телеканале ЛРТ Плюс программа ТОП Латгалии. Я Лариса Кириллова и, как всегда, в это время мы обсуждаем самые актуальные события, которые происходят в Латвии, в частности, в городе Даугатус. Сегодня в стране начался новый учебный год. Готовы ли наши школы работать в новых для себя условиях? И чем самоуправление может помочь учебным заведениям в этот, ну скажем так, сложный для всех коронавирусный период? Эти и другие темы в этот праздничный день мы обсудим с председателем Даугатусской городской думы Игорем Прилатовым. Добрый вечер! Лаввакар. Хочу отметить, что, несмотря на свой плотный график, мэр пришел сегодня в нашу студию. Ну что ж, ну а по традиции начинаем программу с обзора новостей. Вот и наступил новый учебный год. 1 сентября в школы Даугоплса пришли 9190 учеников, из них 875 первоклассники. Это на 12 человек больше, чем в прошлом году. А в целом по стране в новом учебном году будут работать 677 школ, в которых будут учиться почти 214 тысяч учеников. Впервые за парты сядут более 20 тысяч первоклассник. Следует отметить, что в этом году Министерством образования было принято решение о ликвидации 12 школ и реорганизации 10 с изменением их статуса. Так, 9 учебных заведений будут реорганизованы путем присоединения к другим, а еще две школы объединены. Уже завтра для школьников начнутся уроки, организация которых также будет изменена. Как таковых перемен не будет. Все это реалия дня сегодняшнего и причина тому ковид. Но это завтра, а сегодня праздничное настроение в Даугоплсе ощущается повсюду, на улицах и площадях, в общественном транспорте, кафе и ресторанчиках. Очевидно, все соскучились по общению с одноклассниками и учителями. Мы поздравляем всех с Днем Знаний и хочется верить, что ни через месяц, ни через два и три нам не придется вновь переходить на удаленное обучение. За прошедшие сутки в Латвии сделан 2101 тест на COVID-19. В результате выявлено 8 новых случаев заболевания. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Четверо вернулись из-за границы России, Греции, Украины, Беларусь. Трое – это контактные лица, заболевших ранее COVID-19 людей. Еще один случай исследуется. А на прошлой неделе в Даугоплсе COVID был подтвержден у сотрудника производственного цеха розничного торговца Риме-Латвия. На сегодняшний день все возможные контактные персоны, а также четыре работника сдали тесты на COVID-19, которые показали негативный результат. Тем не менее, в настоящее время все они находятся на двухнедельном карантине. Через неделю будет проведен повторный тест. И если он окажется отрицательным, то люди смогут вернуться к работе. Всего с начала пандемии в Латвии сделано 253 818 тестов на коронавирус. Число инфицированных составляет 1404 человека. 1173 человек выздоровели, 34 скончались. Один миллион евро будет вложен в развитие дорожной инфраструктуры Даугоплса. Такое решение было принято депутатами самоуправления. Финансирование будет направлено на асфальтирование двух гравийных участков дорог. Это участок улицы Ликсна от улицы Ликсна с 1 до улицы Орманю и участок улицы Меру от улицы Гродниц до улицы Смилшу. Также было поддержано решение о строительстве большой автостоянки на 81 место во дворах улицы Ятнику, 93 и 93А. Стоимость проекта по инновации участка улицы Ликсна составит 425 630 евро. Участка улицы Мера 493 882 евро. И строительство автостоянки по улице Ятнику обойдется в 151 875 евро. Завершился срок подачи заявок на получение грантов по муниципальной программе поддержки молодых предпринимателей «Импульс-2020». В этом году на соискание финансирования Далгопольской городской думы претендует 37 предпринимателей, которые готовы реализовать свои бизнес-идеи на территории города. В этом году бежит программы поддержки малых и средних предприятий составляет 60 тысяч евро. Для поддержки одной бизнес-идеи можно будет получить до 7 тысяч. В ближайшее время специально созданная комиссия приступит к проверке полученных документов, после чего начнется этап оценки самих бизнес-проектов. Победители конкурса программы грантов «Импульс-2020» станут известны 23 октября. 26 сентября этого года традиционно в рамках Европейской недели спорта в Далгопольском Олимпийском центре пройдет весьма любопытное мероприятие, получившее название «Ночной заплыв». В этом году участникам предложат проплыть максимально большую дистанцию в свободном стиле, манере и темпе. Чтобы обеспечить доступность участия всем, кто проявит в этом желании, были созданы 4 группы. Старт «Ночному заплыву» в Олимпийском центре будет дан 26 сентября в 19 часов 30 минут. Участие в мероприятии бесплатное. Получить более подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте www.naktz.pldms.lv В Латвии начался новый учебный год и после длительного перерыва длиною в полгода большинство школ все-таки открыли свои двери для учеников. И в этом году в Даугопилские школы пришли более 9 тысяч учеников. 800, по-моему, если не ошибаюсь, это первоклассники. Или чуть побольше, около 900 даже человек. Господин мэр, вы сегодня побывали в самой гуще событий. Каково настроение у школьников? Маленьких, взрослых, у родителей, педагогов? В первую очередь все наконец-то выдохнули и с радостью вернулись в родные стены. Это ученики, учителя. Я видел сцены, когда выпускники еще 12 класса этого года приходили, встречали радостно своих учителей, первоклассники. Понятно, у них глаза бегают, не знают, куда эти растерянные. Но в любом случае это праздник для всех, для всех горожан, родителей, учеников, первоклассников. Я только хочу, пользуясь случаем, пожелать всем хорошего учебного года, без стрессов, чтобы каждый из нас смог бы насладиться учебным процессом. Педагоги могли бы также навернуться в первоначальное русло без использования удаленной программы. В любом случае это дало какой-то отпечаток на общем фоне образования. Это и показали государственные экзамены. Но не стоит вешать нос. В этом году очень много учеников. К счастью, наши педагоги, они профессионалы и управление образованием молодцы. Все хорошо поработали. Заранее подготовили планы действий в случае каких-то новых обстоятельств. И ко всему готовы во всеоружии. И хотел бы поблагодарить всех педагогов, которые в прошлом году очень быстро, качественно смогли мобилизовать все свои силы, техническую базу так, чтобы обеспечить учебный процесс всем нашим ученикам. Спасибо вам большое. Тем не менее, несмотря на праздник, напряженность в воздухе витает. Причина всем известна – коронавирусы и последние вспышки, которые произошли по Латвии. В этой связи ряд школ в Латвии уже приняли решение, что они уйдут на удаленку. Да, Выплос пошел по иному пути, вы уже об этом сказали. Решил возобновить очный формат обучения, но при соблюдении всех мер предосторожности. Вот на ваш взгляд, готовы ли школы, в том числе технически, сегодня работать в новых для себя условиях? Все мы понимаем, что как было год-два обратно, уже не получится. Все работники образования, директора школы, методисты все это лето не сидели сложа руки, а именно прорабатывали разные планы работ наших учебных заведений. И максимально изучив все те правила и ограничения, которые нам навязывает Министерство здравоохранения и Министерство образования, они смогли обеспечить процесс, пускай в некоторых школах это будет немного сдвинут, процесс в две смены учебной, но это не помешает непрерывному качественному обучению в наших школьных учреждениях. Поэтому все, что надо было сделать с нашей стороны и со стороны самоуправления, все это сделано. Мы видим сейчас результат. Теперь нам остается только наблюдать, как будет проходить учебный процесс, потому что это будет связано и с непосредственным контактом, взаимодействием учеников, учителей. Будут много различных мероприятий, поэтому нам необходимо всем родителям, учителям, директорам, школьникам объяснить, какие есть на данный момент ограничения, что необходимо делать, чтобы себя предостеречь. Напоминаю, что самое главное, это обеспечить правильный процесс обучения, чтобы он максимально был безопасным, и чтобы наши дети с вами были здоровыми, и чтобы нам вновь не пришлось бы уйти на отдаленное обучение. Я могу предвидеть какие-то недовольства со стороны родителей детей, что перемен как таковых уже не будет, но с этим придется чуть-чуть смириться, пока не пройдет эта вся пандемия. Я так понимаю, что самоуправление, тем не менее, еще больше хочет помочь школам, и в октябре у нас в учебных заведениях появятся тепловизоры. Для чего это делается? Этим вопросом занимается мой заместитель, Янис Дукшинский, совместно с директорами, с управлением образованием. Мы рассмотрели все наши учебные заведения, приняли такое решение, что это, может быть, будет полезно не только в преддверии пандемии и всех заболеваний, но у нас есть и кроме этого. И другие заболевания, которые также опасны для наших детей, для наших учителей, поэтому мы максимально пытаемся обеспечить безопасное посещение детских, дошкольных и школьных учреждений. И сейчас уже на данный момент объявлена закупка на установку и оборудование тепловизоров камер в наших заведениях, после чего мы сможем, наверное, мониторить весь поток учеников. Зачастую родители пренебрегают безопасностью своих детей, других детей, опуская своих детей с температурой в школу. Поэтому мы работаем над тем, чтобы отсеять это. И в данном случае, если будут такие очаги возгорания, именно дети с температурой будут приходить в школу, мы сразу будем их отводить медсестре, будут вызываться родители в школу, чтобы забрать ребенка. Такой будет план действий именно со стороны школы и дошкольных учреждений. Но это все, повторюсь, делается для того, чтобы COVID не проник в школу, и чтобы дети нормально проходили обучение в течение не только семестров, но и всего года. Продолжим говорить об образовании буквально через несколько секунд. С этого года в Латвии начинается реализация новой реформы образования, которая подразумевает новый подход в обучении, изменяя содержание учебного процесса и его организации. Появятся новые предметы, а часы по некоторым будут сокращены. И в этой связи в понедельник на внеочередном заседании до выпуска городской думы был рассмотрен вопрос о введении с 1 сентября в школу города дополнительных факультативных занятий по русскому языку и литературе. Инициатором данного предложения выступили депутаты от партии Согласия. И уже сегодня на портале город.лв, который симпатизирует вашим оппонентам, появилась заметка, в которой вас и ваша команда обвинили в том, что, цитата, «Думская коалиция отметила День знаний увольнением педагогов русского языка и литературы». Господин Мэр, почему вы, как и большинство ваших коллег, все-таки воздержались при голосовании по данному вопросу? Ну, в первую очередь я хотел бы, наверное, извиниться перед горожанами, что многие депутаты зачастую позволяют себе такого рода статьи и упоминания названий в статьях, что кто-то не поддержал либо воспротивился принятию какого-то решения. Здесь все очень просто. В пятницу мы получили это письмо, заявление пяти депутатов, и в понедельник я в тот же час созвал мне очередной хозяйственный комитет и попросил созвать комитет по образованию и культуре. Сколько раз я уже напоминал своим коллегам и тем коллегам, которые являются и руководителем комитета, где получают зарплату 1300 евро, и депутаты, которые являются членами комитетов, что есть определенная процедура. Если кто-то, наверное, не может запомнить это, ну, пожалуйста, давайте относиться к друг другу с уважением и уважать, и не спекулировать на фактах, которые связаны со здравоохранением, социальной сферой, со сферой образования и тем более с образованием наших с вами. Я считаю своей стороны некорректным и недопустимым, чтобы депутаты позволяли себе такое поведение. У нас на этой неделе, в четверг, будут очередные комитеты, на которых все эти вопросы можно было рассмотреть. Но ведь эти вопросы, они не появились 28 августа, 31 августа или 1 сентября. Обо всех этих вопросах было известно уже намного раньше. И о русском языке и литературе. Это было известно еще за несколько лет. Почему до этого никто ничего не делал? То же самое и вывоз мусора, покоз травы в частном секторе. Почему этот раньше вопрос не поднимался? Хотя этот вопрос затрагивает существенное финансирование из городского бюджета, как было указано в законопроекте, 130 тысяч. Почему эти все вопросы не рассматриваются по процедуре? Почему мы занимаемся непонятным самопиаром или популизмом? В данном случае это вообще некорректно со стороны депутатов. Поэтому я все-таки прошу своих коллег-депутатов намного серьезнее отнестись к работе и к решению таких вопросов. И впредь, наверное, сохранять какую-то процедуру рассмотрения всех таких серьезных и важных проектов, решений. Потому что они затрагивают не только нас, они затрагивают детей в первую очередь. Я являюсь родителем второклассника. И я считаю, что первоначально, как вчера сказал руководитель управления образования, что прежде чем выносить такой вопрос, «Уважаемые депутаты, а вы не хотите провести опрос среди родителей, учеников, учителей, директоров?» Ведь все это можно сделать грамотно, качественно и без лишнего ангажирования данного опроса. Ведь мы можем спросить у родителей, что нужно их ребенку. И каждый родитель, и большинство своих случаев, сможет ответить на этот вопрос. Кому-то не хватает знания латышского языка. А родителям приходится после работы приходить и сидеть с учениками, своими школьниками и ребятами переводить домашние задания. Ведь намного проще сделать латышский факультативный предмет там, где будут дети неформально с преподавателем избивать все задания, которые им заданы на дом, в школе. Это облегчит жизнь не только родителям, но и самим детям, которые в прессе могут намного качественнее сдавать экзамены, писать контрольные, понимать, что от них требуется в заданиях. Но и спереди. Я так понимаю, что речь шла о том, что депутаты согласия 28 августа вдруг решили, что с 1 сентября, то есть это сегодняшнего дня, нужно вести в школах факультатива по русскому языку и литературе. Но любой учитель вам скажет, что это невозможно. Во-первых, любой предмет, даже если факультатив должен иметь какую-то программу, по которой он будет работать, она должна быть утверждена. Это не должно быть, я так понимаю, я так захочу, так и будет. Нет, так не будет. И вот третий вопрос – это финансирование, которое тоже решается не на щелчок. Поэтому я вчера на заседании Думы задал два вопроса руководителю образования. Первый вопрос касался того, какая вообще ситуация и уровень знания латышского и русского языка в наших школах. На что было отвечено, что русский язык у нас дети знают очень хорошо, в отличие от латышского языка, который в среднем по стране, ниже среднего по всем городам. Наверное, стоит вначале изучить этот вопрос. И Марина Исупова также сказала, что этот вопрос также можно было рассмотреть, так как у каждой школы есть целевые дотации, которые они могут использовать также для факультативных предметов. Это все можно решать в рабочем порядке. И поэтому я в пятницу, уже получив заявление о созыве внеочередной Думы, попросил руководство управления образования подготовить доклад, какие необходимо произвести действия, чтобы получить ответы на все вопросы и получить всю исчерпывающую информацию, чтобы мы спокойно могли рассмотреть этот вопрос и принять важное для наших детей решение. То есть депутаты никого не увольняли, тем более педагогов, это просто фейковая новость. Ну, если бы такое случилось бы, я, наверное, бы не постыдился бы и сам бы вышел бы об этом сказал. Но такого не было, поэтому я считаю, что это недопустимо. На ваш взгляд, почему это происходит именно сейчас? Ведь той же партии согласия было как минимум два года, чтобы провести эти вопросы и сделать их не на бумаге, а внедрить в жизнь. Тем более, что Наталья Кожанова, педагог, Анатолий Кжибовский, директор школы, сам Бог велел заниматься этими вопросами, но не за три дня до начала нового учебного года. Ну, этот вопрос можно, наверное, адресовать непосредственно им, потому что они подписывали этот документ. На мой взгляд, я не знаю, чем они руководствовались, хотя лично знаю этих депутатов и могу сказать, что они прекрасно разбираются в вопросах образования. Я думаю, что им самим было неудобно, что в таком ракурсе и под таким соусом был подан этот вопрос. А на ваш взгляд, с чем связана такая внезапная активность ваших коллег? Рижская дума, выборы в Рижскую думу, это как-то повлияло на их активность или нет? Я думаю, что выборы в Рижскую думу показали, что люди намного лучше начали разбираться в политике и смогут сейчас лучше и качественнее анализировать все сказанное, все сделанное депутатами, так как зачастую то, что сказано, сходится с тем, что сделано. Ну что ж, продолжим говорить о городе и опять-таки о нашем празднике, Дне знаний, буквально через несколько секунд. Сегодня Дагубов с рабочим визитом посетил министр культуры. Господин мэр, какова цель визита у государственного мужа, тем более, что, я так понимаю, наш город в этой должности приезжает впервые? В первую очередь, я хотел бы сказать, что на данный момент в нашем городе реализуются два крупных проекта, которые непосредственно могли бы быть связаны с министерством культуры. Также министр посетил нашу саулу-школу, те корпуса, которые мы сейчас уже заканчиваем, и в скором времени будут сданы в эксплуатацию, и музыкальную среднюю школу. Там также ведутся работы по повышению энергоэффективности. Возможно, министр хотел проверить, насколько качественно, как быстро будут закончены работы в этом сезоне. Кроме того, у нас есть и театр, которые также под министерством культуры. Я надеюсь, что данные визиты сигнализируют о том, что к нашему городу есть интерес, что в последующем наш город может получить финансирование для реализации проектов, которые связаны с культурой и с образованием. А насколько вот до этого этот диалог с министерством культуры был, скажем так, активным? Или министерство само по себе, мы сами по себе? В данном контексте я хотел бы сказать, что такого диалога открытого не было, и посещение это за последнее время впервые. Это сигнализирует о том, что все-таки правительство и министры едут в наш город для того, чтобы уже вести диалог с нашими структурами и с нашими организациями, которые находятся под покровительством Министерства культуры. Ну, известно, что Дагуэплс реализует очень много культурных проектов, и 12 сентября будет еще один такой масштабный проект этого года. Это в один день три фестиваля. Это праздник улицы Рига, стритфорд-фестиваль, фестиваль юридической культуры. На ваш взгляд, вот такие проекты, вернее так, финансирование таких проектов могло бы взять на себя государство? Или это локальные мероприятия, которые самоуправление способны финансировать за свой счет? И да, и нет. В первом случае да, потому что это более локальное мероприятие. И если бы мы пригласили бы высокого уровня музыкантов, труппы какие-то, либо актеров, которые были бы... Участниками этого фестиваля. Организаторами данного фестиваля, то это можно было бы рассмотреть. Но здесь были локальные мероприятия, но в этом году оно будет, я надеюсь, в совсем новом формате, потому что у нас работают два режиссера. Разработана очень-очень интересная программа. Такого у нас еще не было. И на данный момент на стритфуд-фестиваль уже записались 15 предпринимателей. Поэтому я надеюсь, что если погода нам позволит, то мы проведем это мероприятие на все 100%, и жители высоко оценят работу наших коллективов, нашего управления культуры и всех организаторов, которые примут участие в организации данного праздника. Ну, 15 предприятий, так понимаю, 15 рестораторов, да? Рестораторов, общепитов. Совершенно верно. Уверена, что зрители скажут, что у нас их столько в городе. Ну, если вы помните, как это было два месяца назад, и если многих спросить, то был и негатив, были и взлеты, и падения, но, к счастью, работникам самоуправления удалось усадить всех за стол переговоров и прийти к общему знаменателю, чтобы сделать подарок нашим жителям, нашим горожанам и гостям, туристам нашего города. Как вообще оцениваете культурную жизнь в Дагуэпилсе? Вот в этот, опять-таки, коронавирусный период, когда все как-то закрываются, да? А в Дагуэпилсе постоянно что-то происходит. Август вообще так зафестивалил, что просто не знал, куда пойти. Ну, не понаслышке я от друзей, горожан, слышу, что в этом году музыкальный август превзошел все ожидания. И концерты в четверг, и субботние концерты, мероприятия, музыканты показывали высокий уровень. Приходили люди, туристы и выражали благодарность, что спасибо, что в этом году поменяли формат, что получилось так здорово сделать. И вот уже сегодня, 1 сентября, у нас также состоится концерт, где будут участвовать Бермуду Дэкстуриц, поэтому всех приглашаю в парк Дубровина, чтобы провести весело 1 сентября. Артишок у нас также пройдет в следующую субботу, где также будут у нас и музыканты, и фестивали, и мероприятия. 12 сентября пройдет праздник улицы Ригас, и масштаб будет очень большой, и я надеюсь, что все горожане смогут выйти на улицы с семьями, с друзьями, с родственниками весело, и задорно провести время, встретить осень с улыбкой на лице. Самое главное, не уезжайте 12 сентября, издав выпалса, а приходите на улицу Ригас, а также на улицу Михаэлса, Лачплэша, площадь Венебес, где вас ждет очень много удивительного, необычного, и, конечно же, интересного. Ну, а всех с днем знаний, с 1 сентября, счастья, здоровья, и хороших оценок на радость родителям. На этом все. До свидания. Всем хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин